Сегодня вы увидите кадры с нашего гончарного интенсива, как мы занимаемся гончарным искусством. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Друзья, с 25 по 29 ноября у нас начнется новая гончарная интенсивная программа. Мы научимся крутить плошки, кружки, крынки, горшочки и даже соберем чайник, чтобы в новогоднюю ночь пить чай из собственноручно сделанной посуды. Обучение будет проходить в Подмосковье. Ссылка в описании. Сейчас будем крутить ложку стопарь. Первое движение опять показываю еще раз от себя туда в блин. Второе движение вверх. Левой рукой придерживаю, чтобы у меня здесь каемки не образовалось. Опять вниз. Опять можно вверх, но чуть-чуть я все уменьшаю. Видите, нажим довожу практически до идеального. То есть, если первый раз я центрирую достаточно грубо, сильно, то второй раз я уже довожу совсем ювелирно. Дальше начинаем давить. Давим не в центр. А вот чуть ближе к себе. Сразу убираем излишки. Опять идем вглубь. Опять руки зафиксировали. Засунули третьи пальцы, как самые длинные. И расширяем. Расширили. Медленно заканчиваем. Не быстро заканчиваем. Медленно. Если быстро закончим, начнет качаться. Так, теперь нагнули голову направо и взяли, начали тащить блину прямо вот сюда. Вот так у нас будет стенка располагаться. Соответственно, блину надо тащить сюда. Третий палец изнутри. Этим я только подхватываю, чтобы у меня грыжи не было, вот как у тебя, да? Ты воткнул. Но чтобы воткнул и контролировать, я как бы чуть-чуть придерживаю. Вот я убрал. Вот так вот нагнул всю стенку. Вот. А теперь начинаю двумя третьими пальцами выжимать. И вот выжимаю, 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 выжимаю. Таким образом я предотвращаю то, что вот здесь она может лопнуть и развалиться. Здесь уже я вот так вот беру и наматываю немножечко другим способом. Но у вас будет поменьше ложки, поэтому ничего страшного. Потом научитесь это делать, все придет вовремя. Вот. Опять я потихонечку выжимаю. Вот у меня получился распорядок. А теперь самое главное. Добейтесь вот здесь прямой линии. Ну или вогнутости чуть-чуть внутрь. Потому что, оказывается, это сделать сложнее всего. Вроде кажется, прямая линия. Что там? Там нет. Ну, видно, да, вот здесь донышко, там выше еще. Тушечная форма у Володи получилась. О! Все в эту. Ничего страшного. Это у нас обед. Ну, Володя взял комок размером в свою голову. Что вы хотите повторить? Чайник? Да. Но вы, когда я буду лепить, вы отойдите. А ты налей и отойди. Носик покажи. А, носик. Вот. Носик. Вот это носик. Видеооператор снимает это действо. Так. Ну что, ты приготовься, когда скажешь. Я скажу. Да. Я готов. Давай. Ты лещ. А это был такой чайник. Неудачный. Разминка. Разминка? Да. Маленькими делаем. Маленькие у нас не идут. Делаем нормальные чайники. Как-то без комментариев было проще. Когда у человека хорошо получается, наблюдение, оно улучшает результат. А когда только учится, наблюдение ухудшает. Да, оператор очень рискует. Ну, у него цвета футболка глины уже. Супер арт-объект. Что скажешь, Женя? Не получилось. Мне кажется, получилось. Арт-объект. Арт-объект. Сотографируй лица. Улыбчивых больше не будет таких. Покажите, что у вас получилось. Я не знаю, что. О, твое, Оксана. Твое. Окей. Окей. Оксана. Окей. Снова окей. О, это Володина. Нет, четыре точки и черточка. Женя. Это три точки-тере, это условные знаки у нас. Как не твое? О, это тоже не мое. Как не твое? О, это тоже не мое. Как не твое? Они четыре точки. Это мое. Это мое. Молодцы. О, смотрите, какая классная штука. Можно эти квадратненькие делать, очень красиво. Кто сделал? Не скажу, секретное. Кот может быть, да. О, это коты снимают молочение. О, это коты снимают молочение. Всю сову вылизывают. Твоя, Дим, да? Да. О. Загрузка в печь. Первый пошел. Второй. А их там просто разложить как-нибудь? Да, можно наваливать друг на друга. А потом будет артаблик. Наверное, не бойко. Какие большие тут птицы есть. Как у тебя чайник выходит? Мне нравится. Мне вначале показалось, что немножко криво я срезала носик. Вот, сейчас я подровняю. Уже, видимо, одна тридцать вторая осталась только. У меня такой симпатичный. Как твой чайник? Ну вот, носик приклеили, сделали отверстие небольшое, чтобы не капал чуть-чуть. Сейчас будем клеить ручку. Хорошо, а как сделать? Кого? Чтобы они были в крапинку, а не черные. Как это такое сделать? Ну, в крапинку это кислое молоко. А это было? А это было квашеное молоко. А это было квашеное молоко. Ну, это другие бактерии. Вот такое вот это взялось. Другие бактерии, вот такое. Знаешь, Володя, что твой чайник оказывается рекордсмен на интенсиве. Я знаю. Но вот это не мой. Так. Не про тот? Не про тот. Вот про этот. Я знаю. Вот, Володин чайник. Осталось ручку. Сейчас сделаем. Можно и квадратную, в принципе. Можно квадратную. Если получаются одни квадратные... Нет, будет круто. Хорошо, старайся. Ой, я понял, почти. Да. Но все-таки лучше стоя. Ты нажимаешь весом тела. Ага. Ты мечтал, что будет ровнее, да? Конечно. Окей. Так, чуть-чуть правее, по-моему. Вот так? Нет. Мне кажется... А, вот, да, если уж модерн, то совсем... Но модерн вообще вот так делают. Нет, это все-таки не модерн. Модерн – это где-то наискосок. Сейчас надо подрезать. Нет, я, наверное, все-таки, наверное, может так. Может, чуть-чуть классическое? Может, чуть-чуть классическое? Оно так, наверное, надежнее. Надежнее. Угу. Конечно, будет классическое. Угу. Вот крышка. Подружаем. Сейчас. Пойдет? Том, красавец. Весь в хозяина. Мы лепим самих себя. Помните об этом. С такого я напьюсь. Ага. Ну, пусть зрители не подумают, чем напьешься. Эээ... чайком, конечно. Чайком. Чайком. Ага. Ну, налетай. Разбирай. И воском натирай. У меня горшок с воском, воск с маслом, рафинированным, растительным маслом с воском смешанным. Да, и сварены в пропорции. Вот такой секретный наш рецепт традиционный. Пропорция один к одному? Примерно так. Я набираю этого воска. Они сварены таким образом, что воск размягчается маслом. А варил долго? Ну, как только всё расплавится, оно готово к смешиванию. Вот, смотрите, проявляется цвет. Это как полировка ботинок, можно так сказать. И внутри так же она будет? Внутри, для тех, кто вкус воска не очень любит, лучше не надо. От греха подальше. Есть люди, у кого даже аллергия на пчёл. И я вот так вот намазываю его. Причём, обратите внимание, греческая керамика, я уже, может быть, говорил, она более вечная, чем римская. А римляне были позже, чем греки. И они убрали натирку воском из технологий создания. Но это так же, как американцы пришли на континент и перестали варить, как сделали традиционные индейцы, кукурузу в зале. И зола, оказывается, разрушала, значит, клеточную оболочку, кукуруза усваивалась. А если её не варить в зале, она не усваивается, на сколько процентов она усваивается. И вот через 15 минут можно её полировать. И видите, как она начинает блестеть. А вот у нас этот есть кот облизанный. Они лизали язык коту. Вот, а лизали здесь вот тоже, видишь, тоже стало. Да, да. И пятки ему полизали. Ну, получается, слюна растворяет эту кислоту ещё. Так, можно брать тоже тряпку? Или можно это прям брать? Да, берите. Облизанный. Спасибо. Копыта, они же стёсывают, когда... Как это называется? Вот это баклага. Баклага, да. Но если мы её раздуем и сделаем этот шаром... Или сосуд для масла. Меня зовут Владимир. До жизни я такой дошёл от... Не знаю от чего. Как-то дошёл. Захотел что-то сделать руками. Об Илье Калашникове ещё узнал я из интернета. На ютубе. Я не помню, что я смотрел. Вот. И увидел прикольно. Делает горшки. У него оказался мастер-класс. Вот. Если б я знал, что есть школа на 12 дней, я б, наверное, туда как-то попал. Ну, пока попал только на мастер-класс. На интенсив. На интенсив, да. Вот. Ну, чайник. Чайник пока вот вверх ногами стоит. Ну, 5 дней делаю горшки, да. А вот чайник за... Когда сегодня сделал. Вот так вот. Чайник поверженный. Вверх ногами. Я думаю, его можно перевернуть даже. Да, давай. Покажи. Для видео. А где-то крышица. Ну, как тебе глина оправдала ожидания? Пока точно не знаю. Но это всё очень интересно. А, ой, сказал. А, ну да. Ну, он крутится. Всё нормально. Шанс есть. Отдохну. Приобрёл, можно сказать, новую профессию. Практически. Отличное время провёл. В хорошей компании. Работать вперёд, правда. Но тут кормят кашей. Я не знаю. Меня зовут Красильникова Оксана. Ну, глина мне всегда нравилась. Я лепила игрушки в основном. И такие вещи ручной лепки. И тут я решила попробовать научиться чему-то новому, более сложному и поработать на гончарном круге. На самом деле это всё кажется намного легче, чем в действительности. Ну, наверное, как и в любом деле нужен навык упорства и усердие какое-то. Вот. Ну, про курсы Ильи я узнала из интернета. Ну, мне понравилось, что Илья делится щедро информацией, своими знаниями. И из нескольких вариантов я вот выбрала его курсы. Не пожалела нисколько. Советую, если у вас что-то в душе откликнулось, то приезжайте, немедленно не откладывайте. Потому что оно вдохновение такое, такая штука, что оно прокисает. Так что не откладывайте жизнь на потом и живите. Очень здорово здесь. Мне понравилось, и мы познакомились с ребятами очень хорошими, очень хорошей компанией в тёплой. Такое проходило обучение. Ну, и в такой атмосфере лучше усваиваются знания. В общем, мне очень понравилось. Приезжайте. Вот мой чайничек. Красивый такой, милашка. Гладенький, уже готов к обжигу. Замечательно. Всем здрасте. Меня зовут Виктория. Я приехала из Беларуси, из Минска. В детстве как-то слепила такую вот маленькую штучку из глины. Мне очень-очень понравилось. Она получилась жутко розового цвета, с цветочками-ромашками. И мечта где-то там осталась. Попробовать что-то слепить посерьёзнее, покрасивее. Узнала об этом интенсиве от знакомого Бондри Владимира, который нашёл этот интенсив в интернете. И идея мне очень понравилась. Прошло у нас всего пять дней, но тем не менее, из первых кривулек у нас уже начало что-то получаться более-менее поровнее. И сегодня вот у нас был чайничек. Все показывают свои чайнички, и я свой покажу. Он вот такой вот у меня получился. Маленький, но мне нравится. Если задуматься, стоит ли сюда приезжать, то да, стоит. Мне очень понравилось, ни капельки не жалею. Есть куда расти, есть куда совершенствоваться. И я надеюсь, что у меня всё получится. Так что советую. Начало как старт будет просто замечательно. Эмоций много, и всё будет хорошо. Вот такой крутой чайник. Плод трудов пяти дней. Начали мы с кривых, но закончили вот такой красотой. Скоро можно будет в него чаёк наливать. Меня зовут Женя. Я из города Троицк, Москва. Приехал сюда научиться ремеслу, так сказать, пощупать материал, понять, что это такое. Всё здорово, интересно. Мы выкрутили вот такие вещи. Когда ты смотришь картинку на видео, тебе кажется, что это просто. На самом деле это очень сложно. Особенно в первые дни. Можно? Да, ну можно. У Ли замечательный блог на ютубе, откуда, в принципе, большинство, наверное, и узнал про него. Очень интересно, очень познавательно. Если есть желание и интерес к этому, то, я думаю, здесь всегда будут вам рады. Я решил заняться глиной, потому что мне, ну, я почувствовал то, что мне необходимо как-то отвлекаться, отключаться от офисной работы, от повседневной жизни, уходить немножко в себя. Поэтому я решил попробовать с этого. Ну, в принципе, мне это понравилось, и я думаю, в будущем это будет то. Это даёт большую такую концентрацию на том, что ты делаешь. Ну, а по итогу ты просто видишь плоды твоих трудов. Наверное, как-то так. В офисе их не видно. В офисе их ты не ощущаешь. А тут ты понимаешь, что ты сделал вещь, которая жива и настоящая. В первую очередь, всё-таки нужно попробовать, ну, и ты потом поймёшь, твоё это или не твоё. Ну, и, конечно же, не расстраиваться, когда у тебя что-то не получается. Потому что нужно пробовать и пробовать, и пробовать. И тогда всё получится. Глина! Шликер! Три, четыре. Глина! Шликер, да. Лепите, друзья, и сказочные, и волшебные глины. Поддерживайте нас с комментариями. Наполняйте свой дом прекрасными артефактами и вещами. И приезжайте, конечно же, создавать сервизы своими собственными руками. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова